здорово я не дурак и ждать я не буду спасибо за подсказку пойти туда назад по дороге и рынок про который нам говорит этот господин находится вот здесь и нужно забраться вот на эту скалу в принципе я может быть это и знал но я не хотел делать это вчера сегодня хочу так что нам нужно сейчас того жарко приходить вечная проблема этой пустыни ребят кстати если вы любите зельду вы знаете что делать правда ребят вот вот так все жара больше не страшно никакой жары ребят жара не страшно 10 утра 10 утра не должно быть так жарко постой здоровье все равно пропадает нет это будет очень нелогично если вот эта броня мне не будет помогать в пустыне ладно ребята давайте в начале залезем сюда и получим еще одну очко я понимаю что нужно отправиться в деревню купить себе костюм негейший пробраться сюда но черт сделаем это чуть позже после того как я посещу этот храм кстати можете добавлять в коменте вконтакте и вы скорее всего подписаны на мой канал да наверное давайте спустимся вниз самое время и вот тут тот момент когда я начал уже каждый день играть в зельду собрался силами и смыслями вот так обидно становится иногда каждый день я планирую сделать кое-что новое как у меня есть некий план но каждый день я или иду в кино или просто где-то пропадаю и это новое откладывается как думаете получится чёрт возьми куда я попал что не так что здесь могло пойти не так много зеленого и разного может быть я подберу эту бочку и брошу куда-нибудь ладно без толку куб передвинуть что это нам дало ничего но москве все можем залезть куда зачем нужно вот разбить там еще в очки что же делать с этими штуками может может с ними нужно что-то делать может быть это нужно подключить что 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 здесь что зачем и путь почему я здесь что что вы хотите от меня нет ребят я знаю что вы от меня хотите что хочет от меня игра нет нет некоторые из этих гробниц они слишком сложные для меня хотя я уверен что нужно просто провести питание вот отсюда досюда вроде бы это должно быть просто эти бочки впитывают и они питают энергию и к тому же бьют меня этой энергии которые они впитали так что лучше их не трогать руками простой а в чем то смысл то есть то есть я поставил бочку на одну из этих штук и эта бочка меня ударила током в чем смысл может бочку можно поставить на что угодно ну окей вот я поставил эту бочку сюда а зажигается она ненадолго ну и как мне это поможет может быть не нужно что-то более постоянно как заставить эту бочку постоянно передавать энергию то есть как бы на секунду она это делать ну что он заряжать то есть вот а стоит а заряжается она заряжается и тут бац и она больше не работает просто том как сделать эту бочку постоянно заряженной кажется я начинаю понимать как работает эта система давайте оставим бочку здесь мне кажется она отлично пристроена да значит эта бочка работает как проводник потому что это железо а железо является у нас проводником всякой разной энергии физика ребят физика я физику не учил с восьмого класса просто ну что нас можно было так не учите то есть я учился в очень хорошей школе видимо то есть нам просто многие из нас очень плохо и учили нас была целая группа видимо не хочется сказать недоразвитых но это звучит очень жестоко людей которые не очень любили физику и впрочем вот как-то так и мы ее смогли не учить мучить только биологию химию то вообще от кромешный кошмар потому что там все было очень плохо мне кажется здесь и и именно бочками можно все сделать то есть вот сюда бочку можно сюда бочку можно и сюда три бочки все а вот сюда куб и таким образом зажжется вот эта лампочка я думаю это она ребят я думаю это она осталось только вызвали ту бочку о да я еще и сундук взял посмотрим что же там за ценности это был сундук я думал там бочка сегодня я не знаю просто быть поздно лег и спал как-то плохо вообще когда я просыпаюсь часто по ночам я начал глаза болеть потому что они отдыхают так что я не знаю чем это рассказал просто хотел поделиться с вами интересной историей хотя я думаю если бы сейчас мы были в зеленом слоники эпифанцы бы пожаловался на то что ему уже надоели эти истории впрочем мы не в зеленом слоники на что все отлично пожалуйста не смотрите зеленый слой это может травмировать вас навсегда ровно как и просмотр некоторых моих старых видеороликов они тоже могут оказаться травмирующими пожалуйста не смотрите и всего-то нужно было освободить два ящичка поставить их по бокам и теперь они работают как проводники забираем наше очко поехали давай на коне было немножко быстрее если честно ладно корабли пустыни я думаю будем на верблюдах ездить здесь корабли пустыни это маржи япония сила только япония только япония ребята я думаю мы четвертого завтра нет это через через два дня через день о здорово но я знаю что мы с ним мы с ней уже говорили а там уже ищет ребят можно отцепиться все все иди все ты свободен будем играть персону что происходит персону 5 очень хочу попробовать не забываем ее проходить до конца на записи скорее всего нет просто поиграем минут 40 часик посмотрим игру а я искать он полностью пройду потом один из записи посмотрим и 100 на 4 балла очень классная игра мне она очень понравилась персоны 5 тоже будет хороший к сожалению русских субтитров так и не завязали а вот огромных монстров завезли причем не в персону а в зелью ну да это монстр номер три которого захватить три из четырех можно считать что мы прошли где-то или захватили считай 60 процентов монстров то есть он наполовину уже захвачен чем у него копыта влезет что с этими копытами не так интересно почему мне его показали именно по приближению к этому лагерю да здесь должен где-то быть торговец который продает одежду ухты там какие-то плоды и здесь воспоминания рынок кара кара ужас не на дневник не хочу нужно все-таки найти где любители семечек обитают скорее всего я вам уже говорил где этот лес находится как я думаю где они живут но никогда нельзя быть уверен потому что эти засанцы могут быть где угодно кокос на кокоске похожи кокоса не коричневая плод кокосовой пальмы обычно стучи на побережье особо действие не имеет на блюда и восстанавливают здоровье окей ну как бы кокоса не содержит много воды и те кто живут на островах где много кокосов они их обычно просто пьют все на черте что тебе надоело это половник деревянный черпак что это собачка но я думаю убивать собаку это как-то странно морозный арбуз а нет спасибо не хочу я чувствую поговорить эмри расскажи как дела чего тебе по глазам вижу что хочешь поговорить подозрительный тип подозрительный говоришь по мне так все кто не геруда подозрительная если серьезно есть вот она хайлийская вае в наряде геруда вот она очень подозрительная постоянно магазины крутится может мне конечно и кажется навести синие дела я точно не стала бы ух ты хайлийская то есть здесь есть халика которая переодета переодета в геруда окей парень а ты чем занимаешься какие у тебя обязанности здесь сокровище древней цивилизации скрытое в сердце песчаной буря вот это приключение настоящее приключение хоть и говорят что каждый день буря ненадолго утихает но пока что-то незаметно кое-кто странно кое-кто странно не знаю комната меня только песчаная буря интересует а то есть ты следишь кстати а ты кто я кто я одет пихтула махиновые махинные скалы я бы очень хотел пробраться на башню я уверен что да даже если буря не будем не плевать я пойду и кстати поставят что боевое копье места не хватает может мне выкинуть что-то из своих вещей взять его то есть ну походный клеймор это явно хуже чем боевое копье я уверен может нет ух ты то есть постой ты хайлик похоже на парень не собирается возвращаться надеюсь им все в порядке ну на парень я видел одного твоего напарника наверно твой напарник у храма у святилища этот он что парень который знает как пасть город геруда и он где-то здесь на рынке кара-кара но раз напарник сказал значит так и есть не припомнил чтобы видел кого-то необычного разве что в магазине была одна симпатичная хайлика причем на ряде на ряде геруда интересно где она его купила может такой одежде нас бы да нет глупости видеть они все на подсказывают кстати магазин находится по моему наверху извините я немножко проспойлерил то есть я я каюсь я прочел коменты там то ли в коменте это было то ли еще постой друг расскажи как тебе дела привет это вообще нормально разговариваю с петухом который одет в костюм геруда костюм женщины то есть это это петух трансвист это петух мужского пола это петух который оделся в женский костюм человека это чисто японская игра я хочу об этом напомнить чисто японская ничего не японского в ней нет где-то я тебя уже видел может деревне рита я оттуда я там был правда тебе там наверно холодно было хотел подзаработать и проделать огромный путь проделал огромный путь чтобы попасть сюда но днем здесь невыносимо жарко никакой работе речи идти не может в городе геруда меня вряд ли пустят хоть бы снаружи на него взглянуть и можно возвращаться домой знаешь есть зелье против жары его варят из насекомых с охлаждающими свойствами органов монстров я это знаю спасибо что его нигде не купишь я сам сварил на такие насекомые встречаются лично на горе геруда там где похолоднее сам я туда не сунусь говорят монстров много даже не знаю что делать мы там бродили может быть эти дамы у меня вроде как мне у меня вроде было зелье зелье так окей я знаю не продают а у меня уже было зелье страшновато туда лететь да я понял может я могу тебе дать а видимо нет как бы я мог бы скорее всего сказал что он у тебя и зелье до 8 поставишь что это ну и жара рад тебя видеть с тобой всегда приятно иметь дело в знак уважения хочу тебе кое-что под ух ты древняя стрела спасибо это очень полезная стрела она действует даже на стражей говорят лучше всего целиться им точно в глаз мне и роби дал если хочешь его найти иди на север от владения зором конечно видишь аккалийский институт ух ты мне туда надо робби делает там разные необычные снаряжения оружие прочие прочие штуки да нам надо туда попасть чтобы обменять весь древний лут а у меня его очень много всякого лута который ну древний это звучит так как будто я персонаж игры то есть всякий лут который ну древний ну всякие останки древних машин там шестерни так далее робби по идее должен менять на ценные вещи оружие и броню настоящий безумный ученый страшно не то слово но если нужно хорошее снаряжение все-таки придется к нему сходить и так что хочешь купить ну на самом деле я скорее продать хочу какие-то вещи нужны просто у меня здесь есть ну например никому не нужный сапфир деньги пригодятся хотя в принципе не давайте оставим вещи себе мало ли пригодятся посмотрим что купить мы стрела еще стал не бесконечности ланят у него и 20 жар бабочка о морозный стрекоза избегает жары сидит тени давайте купим ее ну они дешевые купим 3 например хотя мог поддержать его бизнес живучая лягушка сварить ее с органом может у пучи деле которая на время учит максимальный запас сил ухты дайте беру я беру все отделя с максимальным запасом силы то чтобы бегать дольше и лазить по скалам не как раз такое надо и стрела пожалуй доберутый толчан из 10 и сделал много не бывает поэтому я беру да я беру все у меня день уже полно нафига деньги если их не тратишь это звучит странно я понимаю но нафига деньги если ты их не тратишь откладывать деньги все время кстати очень плохо потому что рано или поздно я потерял мысль давайте продадим это нет еще без проблем смотри штаны блин это такие бомжарские штаны если подумать то есть они вообще ничего не стоят штаны бомжа давайте продадим вот это желе потому что мне его столько тоже как бы не надо идет продаю и вот древние детали продавать не буду потому что черт его знает друг пригодятся видим мы можем иметь место приготовить сколько метод всего классно на самом деле меня полно блюд здесь у меня просто куча блюд вот это блюдо сколько стоит нет я лучше по себе оставлю лечиться у меня кстати уже несколько зельев есть они и лечат и бодрят в принципе они во всех смыслах хороши так что пока эй петушок у меня все схвачено купил тебе букашку сварил ее и зелье готово спасибо зелье могу ходить по высоты не даже не вот возьми за день ухты 50 рупий а это стоит того кстати на языке геруда спасибо это сак 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 пойдемте наверх такие простые хвосты кстати я никогда не против не то что они простые и легко выполнить поставить что это сабли геруда так у меня нет места ну она такая себе поэтому тоже брать не буду это не слишком важно посмотрим что у нас здесь есть какая-то женщина коммуналка вообще у тут у вас стрелы разные может быть и купить я бы честно говоря к ледяная грозовая взрывная это вот это полезная вообще вещь идет я беру женщина только одна здесь этим заберем по одной это очень странно и просто держит по одной стреле в баночке то есть что что произошло почему эти стрелы держатся в банках по одной штуке эти эту купим просто скупимся вообще в чем смысл так не держать это никому не помогает ладно заберемся наверх и может быть мы сможем купить костюмчик себе подходящий для данной местности чтобы меня наконец опустили в город потому что пока что я чувствую себя каком-то бомжом надо будет ребяткам сказать которые там ждут не дождутся вообще бы такой лестнице странно лазить и страшно г-г-г просто это хайлийка правда привет ты что-то хотел постой от похоже на мужика даже скорее парень которого знаю который знает как пробраться в город геруда нет нет я с ним вовсе не знакома до свидания изучить фигуру смотреть в лицо и чего уставился хорошо одеваешься да уж хорошо как только не приходится выкручиваться если бы не глупый закон геруда я бы ни за что это не надела правда голос у тебя мужской не знаю с чем это связано а тебе нужен такой наряд продам всего за 600 рублей рукам отлично деньги вперед держи я подобрала вещи твоего размера примере не бойся подглядывать не буду линк в одежде женщины какой момент я скатился ребят в какой момент я докатился до того чтобы переодеваться женщин до тебя не узнать счет возьми серьезно а ты не был смысл традиционно на ряде геруда он как линк стесняется по сути на эти горящие щеки в этих краях никто не заподозрит что на самом деле парень еще плюс то что в такой одежде тебе не будет жарко спасибо за покупку удачный сегодня день борода он она она реально трансвестит что кончита вуз сделает в этой игре что я думал это такой 2014 или 13 нет просто кончита вуз берите проклятый ветер видели бороду увидели там борода это тёлка с бородой что пошло что пошло не так в эволюции этого вида в общем если будет нужна такая одежда ты знаешь где меня найти да да знаю и искать больше не буду давайте подумаем что делать это там внизу по моему ошивался парень вот там внизу здорово друг как дела ого какая красавица вот прошу прощения ты здесь одна знаешь пустыня вообще-то опасно ты уже боишься если хочешь я сразу же защищу тебя от опасности только сказать да блин ты сам похож на чего как трудно защищать я не могу ему жалко рассказать не могу я честно хотел бы им рассказать то есть ну это не совсем справедливо мне кажется просто скрывать такие вещи а кстати помните тот парень в сапогах пескоходах он сказал что если бы девушка к нему обратилась он бы еще подумал отдавать их или нет вы меня поняли да я заберу эти сапоги и буду бегать по песку как карлсон летает по воздуху мне кстати понравился фильм карлсон enjoy movies я его смотрел еще когда он только-только вышел знаете я не я не понял почему многие так бомбили что типа фильм плохой я смотрел даже обзор бэд комитина и в принципе был такой ну блин это ребенок но он играет нереалистично но как бы окей это не сильно портит фильм мне фильм карлсон понравился я воспринимал просто как огромную шутку и веселый фильм просто забавный веселый фильм да это скажем так уровень качества не особо какой но нормально поставить где парень который бегает ботинка мне он нужен как вот когда он нужен его нет пофиг на парня в сандалях нет его серьезно нет ладно найдем вы потом ребят не бойтесь кстати эту статую приметил где можно будет прокачаться немножко сава-сава а ты симпатичная это город геруда воин сюда ход воскрешен а вот вами могут проходить когда угодно надеюсь у тебя у нас понравится а то есть мне и нужно а просто я про бар пропустил надо идти в бар в общем запретный город выполнена я прошел посмотрим это что за надпись уважаемые посетители котики напрокат всегда к вашим услугам подойдите к стойке нет спасибо не о даже броня есть модная одежда топ геруда а можно было бы купить то есть если по идее я пробрался в город каким-то образом я бы смог купить себе эту одежду наверное я верю что есть коми секретный способ пробраться не тратя 600 рупий я уверен он должен быть кто ты такая что тебе здесь надо вой как ты ростагри и как как остальных ты обманул на меня не проведешь ладно не бойся я тебя не выдам раз уж пришел может поболтаем о чем-нибудь вы в молодости про 90 пусть расскажет сейчас конечно не скажу что в молодости а то еще красавица и было все бои передо мной на цепчиках ходили по глупости все гонялось за несбытной мечтой искала пруд любви на который якобы можно встретить свою настоящую любовь исходила хайрул в доле поперек сама я заметил как состарилась в итоге ничего не нашла ни пруд любви и свою вторую половину да ты не грусти улыбнись это же веселая история вот ж не думала что на старости лет буду буду болтать с моим о чем еще поговорим ладно достаточно дать поговорим со статуей богини а то о тот кто проходит испытания получает сферы духа ну мне нужна энергия просто со здоровьем как бы норм да нужно да будет так капсула ура жалко их нельзя купить то есть был прикольно если они стоили скажем даже 5000 но их можно было бы купить это было бы классно как во многих вверх есть такая штука что опыт можно покупать скайриме ну в скайриме это не совсем покупка опыта это скорее покупка навыков у учителя чтобы он тебя учил и так далее как бы не совсем оно но близко назови пароль постой я не знаю пароль пусть будет с с о сов сов звезда сходи лучше в бар выпей молочка это я думаю подсказка тайное общество у так это интересно тайное общество сов звезда видит три буквы и что-то еще жара морота всякие штуки здесь а где бар находится гостиница оазис не а спасибо мне сюда не надо а бар то где это бар это он это какой-то магазин это ломбард может быть сложно сказать васак извини но мы сейчас не работаем пустыне бушует на борис даже из города не выйти а во дворце переполох из-за каких-то воров у нас все работа стала просто черная полоса на борис это тот кто мне нужен это вот эта штука пустына это чудовище которое нужно победить а из заданий как как задание сейчас выглядит мне интересно тайное общество в магазине одежды моды года есть потайный ход пользоваться которым могут только члены тайного общества для входа нужно знать пароль придется ждать до завтра попавшие клуньки а это курочки игры с котлой и не может поэтому котли немного скучно полезные апгрейды но мы туда заглянем профессор робби это в принципе то же самое и насчет светить город геруда говорят статы вытянет с пустыни геруда указывают путь к какому-то сокровищу тоже будет прикольно побываем там скала воли а принципе это мы выполнили нормально уничтожить ганна на 4 фотографии на пайпе принципе здесь нету каких-то кстати мы же так и не нашли там воспоминул место памятное я забыл совершенно вернуться бы таталан давайте потом вернемся я хочу отметить вот это задание нет его нельзя если за и нельзя отметить где вообще бар находится магазин магазин аппарта где где чертов пар одежда доспехи магазин снова ювелир давайте еще побегом я думаю бар мы найдем какой-то момент кто-то кричит давайте с тобой поговорим добрый вечер мне очень хочется сказать сам сама но здесь я есть свое произношение только не подумаешь что я хвастаюсь знанием иностранного языка языка зря беспокоишься ты так считаешь в этом городе все такой необычный жителей дома и язык нас древний рита редко туристы бывают тем более еруда вот я решил полностью погрузиться в их культуру очень хочу попробовать местное мясо птицы но у них только обычное мясо продается птица хочет по попробовать саму себя каннибалы в этом мире живут каннибалы что пошло не так взрывные стрелы ухты я беру все тысячи них нет я хочу можно один пучок пожалуйста только один да только один взрывные стрелы это вещь хорошая в бою с боссами поможет или с другими заслать где парта тут находится здесь вообще есть бар или это миф может быть это бар ребят когда может наверное это похоже хотя это скорее похоже на кухню если честно у посмотри книжечка кулинарные секреты ратамар ухты о зелях афея давайте обограде многие резенты обладают особи свойствами со словом мороз название позволяет легче переносить жару чудо но это мы знаем но и где с разными действиями могут не издевать друг друга скорые блюда афеях что расскажешь феи действительно существует но они видны только тем у кого чистая душа согласно некоторым теориям есть особые блюда только с помощью феи как-то него маша чисто уже 35 лет поэтому фею вижу фею вижу очень скоро окей я рад за тебя это кулинарный клуб какой-то ты знаешь что будем нравиться кого есть небольшой недостаток например легкая рассеянность поэтому надо уметь готовить сомнительные блюда какие блюда сомнительные для этого нужно обязательно давайте орган монстра лягушка или например насекомое ну это получится не только сомнительное и почти несъедобное то есть это кулинарный клуб яду это бар то есть откуда я знаю какие бары в этой стране то есть вы приезжаете в чужую страну может быть они здесь в барах читают книги ухты он с вулкана пришел сава 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 в общем добрый вечер ну и язык вы геруза сплошные в адам но даже не знают кто посмотрим что здесь может быть бар находится тут кто-то спит ты спишь ухты опять бабушка чего тебе конечно устой поболтать но не припоминаю чтобы я в подругах была хайлийка всю жизнь служил в дворце я ни разу не покидал город каббала выросла я решил что мне нужно уйти на покой и надо же случится такому теперь я уже живу в отставке ничем не могу помочь что случилось не надо дворце во дворец пробрались воры украли реликвию нашего народа шлем грома стыдно уже за то чтобы город в их город поспустили так ведь еще и реликвию не уберегли будь я еще на службе заставил бы каждую стражницу пробежать 100 кругов по бустыне а потом мы всех и каждый отправил на переподготовку окей кстати там у кого-то была проблема я кого-то видел тебя проблема вода а что-то у меня нет времени на болтовня что случилось у меня свой ювелирный магазин я делаю продаю украшения к сожалению у меня кончились кремния и вся работа встала вот был бы у меня 10 кремни я смогла бы продолжить работу есть какая-нибудь добрая вай принесла мне 10 у меня съесть в инвентаре 10 кремней украшения я делаю украшение из рубинов сапфиров и других камней у каждого камня есть особое действие чтобы к ним подействовало надо лишь надеть украшение без кремней и я как без рук у меня тут завалялись если честно никаких украшений да все нормально без кремней а а да вот все наконец-то опция взять дать ее реакция что это все мне сак-сак мне так неловко мы ведь с тобой даже не знакомы добрая вай спасибо а я бы отблагодарил тебя но у меня пока нет денег слушай давайте я сделаю украшение что-то хочешь повязку с рубином диадема повязку с рубином хочу диадема это как-то не по-русски между прочим рубин защищает от холода значит хочешь повязку с рубином не давайте по другое узнаем выбери что у тебя сидя дему сопер защищает от жары я думаю что это более актуально да хочу такое ну для данной ситуации это более актуально так и знал что ты это выберешь я мега я не знал что украшение в итоге но обычно в рпг украшения дают какие-то бонусы но он специально от тебя хорошо для тебя хорошо получилось правда защита от жара отлично благодаря тебе я могу вернуться к работе есть уже украшение приходи в любое время сделаю скидку только проскидки никому окей а что будет если я одену то есть это отдельный слот или как-то вообще работают а окей то есть мне снимается маска а снимать я думаю не стоит сейчас и все-таки где находится чертов бар бар чистая любовь нашли понимаете я просто заинтригован этим заданием я обожаю всякие тайны организации секты ну хорошо секта это немножко ну че еще раз можно но во всякие тайны общества это круто и всегда хочется в таком поучаствовать бармен должен все знать бармен ша в данном случае массаж слушай хайлика не знаю сколько теорет ну ты я он слишком молода для моего заведения я использую особый лед который ты не сможешь оценить приходи-ка научиться понимать разницу особый лед я использую лед из ледника геруда поэтому мои напитки всегда холодные и хорошо освежают рановато тебя таких вещах знать а насчет давайте спросим про молоко молоко ты сама поняла что ляпка у меня тут не детский сад тебе наверное грета разыграла и что заняться нечем сидела в своей коморке помолкил она дошутится вот узнает кто надо чем она в своем магазине торгует и кончистые темные делишки рановато тебя таких вещах знать все-таки насчет молока нужно узнать что-то давно поки не появлялся эйд раньше регулярно приходил и выпить и вой давай ты же не местный извини вой давай это подсказка чему ты слишком мускулистая это он про меня которая даже отжимания не делает вот проблему местных женщин мне наконец удалось узнать пароль а сами знаете чего правда репутация у этого места не слишком хорошая а мне все равно интересно пароль такой погоди эй подруга ты чё уши греешь иди отсюда несу свой калийский нос дела геруда окей значит калийский нос постой а извини извини я не хотел смотри красиво одеваешься ты ведь этот наряд в моде года купила да удобный я давно на его глаз положила ты вроде не местный ой а ты случайно не меня могут раскрыть я так и знала здорово ты замаскировался растяя стражницы город пустили хотя и не так уж сложно обвести их не так сложно обвести вокруг пальца не бойся я тебе не выдам а рейте должны помогать друг другу особенно девушки может быть чули меня все-таки поможет называется вой давай подойдут его только в этом заведении твой вкус набега льду из ледника геруда я не могу от него оторваться ледник ледник это хранилище для льда проще говоря большая яма я слышу что геруда ходят за льдом на нагоре геруда а где этот ледник и уходишь через главные ворота идешь налево потом проходишь руина там видишь ледник окей значит там может быть какой-то интересный лед я знаю как ребята я использую удар скалолазение я смогу с ними поговорить вот так ну как бы выбрать хотя постойте а я могу через решеточки их послушать или сверху там же как же провернуть это дело вот может быть так что-то я не могу о я могу слушать да ведь я угадал что-то и хайлийской вайблу надо да неважно дора говори скорее а точно пароль запоминай тог ромб я послушала его салута что должен быть правильный тог ромб хорошо понятно тайна общества геруда получается тог а что означает ромб в конце да кто его знает ромб окей я пока этого не знаю господин вас к айнисарян госпожа у вас проблема неужели она все время она все время там было так вот у чё песчаная буря так никогда и не утихала что ты здесь делаешь халийская боя ты я вообще-то у себя дома это моя библиотека недавно нашла один древний текст и пытаюсь во всем разобраться кажется разобралась не до конца конечно но теперь это лишь вопрос времени я стану знаменитой а поняла то что мы с тобой встретить не случайно значит я должна тебе все рассказать каждый раз бы так ты же хочешь все узнать да я же вижу что хочешь хочу к востоку от города недалеко от входа в пустыню геруда находится храм в нем есть огроменные статуи семи героев вот оно защитит народа геруда мы там были а еще храме есть древняя надпись семь душ укажут истинный путь да вправо пройти испытания героя туда приходят люди из всех уголков мира в надежде обрести силу героя текст сложно понять если я не ошибаюсь испытания пока никто не прошел это интересно это вызов это вызов мы должны им на него ответить ну с этим я еще не разобралась не знаю важно ли это но в общем семь героев обладали силами которые составляли общую великую силу это был дух мастерство мудрость доброта движения выносливости полет но мне они кажутся одинаковые еще немножко и я все пойму правда есть небольшая проблема последнее время чудище уж слишком бушует работа их условиях очень сложно а ведь так без как разгадки семь героинь еще одно светильщик которая пока для закрыта тор вернее тог ромб вот что нам нужно чуваки давайте бежим и берем берем продолжаем выполнять только вас не очень хочется узнать модная одежда у меня есть спасибо если что я могу отдохнуть у костра если меня сразу не пустят ну-ка я помню твой голос тут не шутки шутят посторонние нам не нужны окей значит придется подождать готов ли я назвать пароль толк насколько я помню что г а в конце ромб правильно заходи ух ты что нас ждет что нас ждет что нас ждет что нас ждет кстати меня там осаждали по моему мы еще и знакомы ха 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 необычно нас посетитель видишь у меня не совсем легально поэтому не задавали лишних вопросов и я не буду ни о чем спрашивать тебя договорились теперь ты член общества благодаря благодаря за поддержку тайна обществу позволяет мне покупать эти новые штаны и одежду наплечники пустыни мужской доспех для сапфира власть силы льда позволяет легче переносить жару то есть это что-то обруч пустыня ну вот и я думал это прическа пустыня сапфира власть силы льда то есть это все по идее должно помочь мне драться с а это особо одежда светится для фосфолитовой краски если достаточно фосфолита и денег я сразу продам эти вещи ну фосфолита у меня вообще с собой нет я кстати весь продал стоит дорого а смысл по сути смысл костюма только в том что он такой относительно привлекательный насчет защиты от жары ну я не знаю зелье есть я не думаю что это так важно покупать специальный костюм я лучше сэкономлю деньги потом там куплю помыть мега крутую рыцарскую броньку то есть мне кажется это намного прикольнее будет что же а теперь давайте пойдем по мейн квесту и пойдем уже во дворец узнаем что скрывается там потому что главный квест он во дворце понимаете там нам расскажут про новую сволочь которая постойте а ты кто кто ты привет я сейчас немного занята собираю материал для своего журнала ты никогда во меня не слышал да не может быть может и слухи хайрулу никогда не читал читала кажется ну вот этот журнал читает по всему хайрулу а я его редактор три лисы на самом деле впервые слушаю ты хотя бы удивись для приличия упади на колени или восхищена охни попробуем еще раз позволь представиться я от релиза редактор слухов хайрула в господи вот уже неплохо надеюсь тебе нравится мой журнал рад стараться это все ради этого я затевался разговор окей заходим внутрь теперь как принес какао с кухни я абсолютно полностью готов это я пришел реджуо предводительница геруда по-моему я в Индию случайно попал что тебе нужно я вижу у тебя есть интересная вещица ребят у меня галлюцинации или принцессу зельду и ее озвучивает одна и та же девушка мне кажется или ты пришла к предводительнице народа геруда госпожа риджу говори что тебе нужно чёрт мне кажется меня сейчас раскроют в какой-то момент все какао здесь погоди был кажется перед нами необычная путешественница как тебя зовут а меня зовут линка я мужчина а линк зачем что здесь хочешь от меня спросить постойте то есть она меня что узнала и и просто спрашивает как у меня дела но вообще-то мне нужно в чудовище это еще более странный ответ на странный вопрос что за вздор ты хочешь собраться внутренне на борис птичищи могут оправить лишь избранные воины все они включая госпожу урбозу погибли сто лет назад во время великого бедствия знаешь бэлла мама рассказывал мне о том что тогда произошло она говорила что принцесса хайрула погрузил в глубокий сло одного из воин если я правильно помню его тоже звали линк не очень правдоподобная история но все же госпожа говорит у воина хайлицев была был легендарный меч но что-то я не вижу его у нашей гости насколько я знаю тот меч назывался крушитель зла и принцесса хорула надежно спрятала в затерянных лесах ух так затерянные леса значит черт хотя где эти затерянные леса находятся сгрини-ка что на поясе у нашей гости кажется это бесценное наследие народа шрика для этого вещь могла пасть в руки обычной хайлики спожан ведь среди воинов не было ни одного хайлийского вай так ты вой хи хи и вой пробрался в город геруда по нашим законам то должен быть наказан уроки как же вы меня накажете но если действительно воин и был знаком с госпожой урбозой значит тебе нужно ввозь внутрь на борис мне больше мы бы очень хотели чтобы кто-нибудь его смирил ты ее уже видел верно на борис вокруг которой бушует песчаная буря логово любого кто к ней приблизится она уничтожит молниями мы не знаем что с ней делать похоже геруда здесь бессильна возможно как воин сможешь войти в на борис и остановить ее госпожа разве мы можем доверять дело от такой важности незнакомцу давайте сначала отправим его за шлемом грома хорошая мысль ринк во всем хайруле есть только одна вещь которая может защитить от молнии на бориса шлем грома отличная мотивация то есть я вначале хотят спросить а какого черта я должен идти за вашей реликвией хорошо да вы меня убедили шлем грома нужна вещь это священная реликвия нашего народа к сожалению давно шлем был украден тоже украл госпожа если он действительно воин то легко справиться с этой задачей нам уже известно где прячется бандиту укравшие шлем грома и за что-то лоб чешется волосинки падают на его и чешут его спустись на плац и поговори стихи она начальница охраны без этого шлема идти к набор из нет смысла вот ты гостя начни гость я верю что тебя привела к нам госпожа урбоза ну от счастья это так на самом деле зелье ты еще ванна борис новая цель идем я думаю пока что до сих пор буду маскироваться на всякий пожарный что тут делаешь здесь тренируются вай из личной охраны предводительница у нас и так переполоха за воров это не место для экскурсии выходи но у меня как бы тут дело я все объяснил что тебя было к нам отправил приношу свои изменения я тики начальница охраны реликвия нашего народа была украдена бандитами из клана иго поэтому мы все на взводе мы знаем что логов воров шпатной лощине но не можем в него попасть мы подопечные изможи измождены поэтому я рада любой помощи внимание вот это харийская вай будет нам помогать расскажите и все что знаете как классно теперь то одна из нас спрашиваем их подопечных о чем угодно не ответят на любые вопросы ладно теперь мы знаем куда идти ну как почти посмотрим нам нужно сюда и за какие вопросы у меня могут быть то есть у меня нет вопросов матросов нет вопросов эти спросим ее и где барта куда она опять пропала она сказала что пойдет логу воров чтобы разыскать развивать обстановку сказал сказал что скоро вернется может не что-то случилось и уже два дня нет два дня сразу доложить мне но она же сказал что быстро вернется вот я и подумал мало того что астреликвию край так те речи и барта пропал из начальница узнает у слова за стоит нас бегать по пустыне кругов 100 не меньше что будем делать я думаю а то есть кто-то из них отправился искать ну на разведку я думаю нам нужно взять в наем одного из моржей пущу песчаных потому что это может пойти нам на пользу как думать песчаные моржи не запечатанных моржей ясно из расходу выносливость до максимума что будет а пойдет расходится дополнительная выносливость понятно как бы запасная выносливость железная кувалда а что в сундуке то есть я же могу его открыть и взять что угодно ух ты я просто нашел деньги сабли гердна слабенько поэтому я брать ее с собой не буду а с кем тут поговорить чтобы взять с собой женщина этих песчаных котиков обучилась сама фрея поэтому отличие от диких котиков за пределами города эти быстрее передвигаются и не уплывают к их отпускаешь так что рекомендуем всегда брать котиков на прокат кроме то песчаные котики участвуют в гонках не спасибо я чё-то не особо горю желанием если честно в гонках с котиками участвовать поэтому фрея фасаааке собираюсь предшествовать по пустыне да собираюсь 20 рупий если нет счета 50 лучше котик и щит песчаные котики пешком по пустыне ходить опасно очень полезное животное ну а хочу посерфить окей интересное слово такого еще не слышал наверно в других городах все модные вай так говорят наверное ну или не вай а вой модный вой чёрт возьми смотрите на этого засранца ух ты он нифига он быстрый нам нужно в ту сторону поехали мой кисик давай поехали поехали кстати мы можем заехать вот на рынок кара-кара чтобы воспоминания открыть потому что мы же этого не сделали а сейчас самая прям возможность кстати получается насчет проката это не на время прокат как например файл фэнтези то есть здесь у нас какой бесконечный прокат да и котики не устают не нужно следить за параметрами усталости то есть я просто беру и еду чем столько сколько мне вздумается правда с камнями проблема что можно было стоять в камнях давайте объедем где-то здесь должно быть воспоминания но светится по обыкновению все хоть котик ты уже не можешь уходя и быстрее хоть и застревает посмотрим где находится воспоминания вот где-то здесь может он где-то внутри может быть а вот тут сложно сказать давай давай здесь может быть я оставлюсь посмотрю то есть у меня же есть фотка я могу посмотреть где это находится альбом альбом посмотрим что у нас в пустыне да вот вид на оазис значит где-то с этой стороны окей кисы жди здесь сейчас я посвящу пимп вас не слышит а постойте это пимп меня не слышит а котик котик куда пошел не знаю работает это или нет может быть все таки нет потому что пимп меня не слышит где же это место с воспоминанием может быть а аааа вот вот оно друзья мы нашли пора вспомнить все что же произошло в этой пустыне ребята я уже что-то тут было за зельдой кто-то гнался у это тот клан ему сто лет больше сто лет линк спаси зельду линк ты где линк давай давай линк появляйся прыгай спальню вот линк молодец просто зверь и это героическое спасение принцессы зельдой принцом линком хорошо защитником линком он был мечом принцессы как меч короля в файл фэнтези меч принцессы вот оно воспоминание а теперь поехали в пустыню туда где куда я еду в самую гущу буря стало очень жарко а то он сможет зачистить снаряжение или еда очень жарко да нормально так у меня полная снаряга ребята нам нужно сделать что-то еще этого мало у меня есть зелье потому что видите я изнываю от жары у нас как бы бонус за комплект но даже этого не хватает есть это содержит вещества повышающие температуру горения защищает от возгорания что появится при восхождении на курс смерти а просто от жары просто от жары во то есть теперь я буквально могу пройти через это давай быстрее у нас времени мало что карты нету ну примерно как бы знаем куда идти в любом случае о там даже там статуя видите там статуя слева сейчас была она указывает вперед нормально проедем то есть достаточно просто пройти через эту чертовую бурю и мы доберемся правильно наверное с башни я знаю что мы можем кстати проехать поэтому лучше немножко правее брать значит не будет пройти эту бурю и мы с вами сможем что мы сможем я не знаю мы же просто что-то найдем сапли 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 не жарко в этой буре я очень рад сапли какие-то руины о нет нет разворот ну кстати это какие-то руины там сундук там сундук все давай ты пожалуйста постой здесь я думаю этот сундук достоин того чтобы его облутить золотая нехрен на себе кстати статуя указывает куда-то туда может я ошибся ну блин без карты это вообще не честно то есть то есть что мне делать что-то демоны появляются я слышу их как я их не вижу но я их слышу и тут гора дальше пути нет серьезно открай карты значит я ошибся ребят значит я где-то свернул никуда все мой корабль пустыня корабль пустынь нет он по камню не умеет только по песку все очень плохо давайте дальше пути да развернись ты и езжай вот сюда тут-то путь есть черт ящерица быстрей вперед фу черт-чет нет 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 быстрее что так медленно мы сбежим довольно реалистичные блуждания по пустыне если бы у нас была карта это не было бы реалистично кстати здесь не так жарко не знаю почему может время дня типа 5 часов вечера это время не жаркое поедем по краю карты по самому краю где-то должен быть проход между скалами и как будто наша задача наша цель сейчас вписаться в этот проход между скалами я не знаю сможем ли мы это сделать потому что этот проход надо найти я сейчас еду просто вдоль какой-то скалы я не знаю даже что это будет забавно если мы просто в какой-то момент выйдем из бури и окажется что я уже не буду вообще краю мира я не удивлюсь я не удивлюсь я думаю прыгать с башни было бы правильно с башни я бы видел вообще что то есть а кстати здесь я уже что-то вижу может по скале залезть эта штука указывает вверх может быть она права может нужно залезть повыше ребят может быть нам действительно надо выше как думаете залезть наверх по скале это решение там как трава растет давайте попробуем давайте попробуем я думаю мы жара не помеха и нам нужно ускорение где у меня здесь было вот блюдо которое ускорит совсем чуть-чуть ух ты грибочки надо просто оставить наш корабль в пустыне кстати там прохладнее становится видите как температура начинает медленно падать и опускаться здесь уже не так жарко и я думаю над бурей мы сможем что-то увидеть это тот момент когда знаешь ты летишь на самолете как бы буря происходит под тобой а вот ты над ней это классно правда как-то над бурей это не особо классно наверное мне кажется ух ты ну петушок хочешь подраться иди сюда проклятый ящер все побед за мной я слишком хорош чтобы не какой-то заврохвост меня победил заврохвост заврохвост постой ну все таки вот куда я сейчас пытаюсь попасть давайте поднимемся над бурей я хочу понять где я нахожусь вообще где я зачем мы здесь в чем наше предназначение на этой земле ниже никакой башня башня я наверное должен ее видеть то есть я сейчас вообще уже забил на то на задание хочу просто попытаться понять где я просто если я пойму где о у открылась да все мы на мы на дворе я проехал нет о мы ну да мы немножко ошиблись я уехал совсем влево а можно было вот так ладно в любом случае как я и сказал забрались наверх где проблемы решились а башня кстати где башня вообще находится вот за 3-9 земель там мы ее даже не видим кстати там просто дерево какое-то полярное а это не полярное дерево в этом башне я думаю это елка растет полярное дерево Евген придумал новый вид дерево полярное где в разве еще что найти наракана в пустыне где-то бродит я не знаю может у входа ее поискать может она у входа хе давайте на колонну спустимся потому что потеряться то мы уже не потеряемся ух то тут гекконы какие-то на колонне сидят ух давайте проверим они они не двигаются черт возьми это хамелеоны че а тут холодно а ну да потому что поздно становится от того и холода то есть я то пытаясь от жары укрыться то теперь от холода в принципе тут не особо холодно но мы сейчас согреемся пройдем вперед это скорее всего ветер просто дует сильный холодный ветер и из-за этого мы мерзнем че что мне делать то есть понимаете даже если одежду одену более хотя вот не факт не знаю недоспелые фрукты я возьму вот это все теперь я и от жары защищен и от холода мне бы от холода что-то но это я думаю петухам надо сходить как я понял на 7 живут вот эти петуха люди и вот они нам могут помочь скорее всего нам нужно вот сюда не знаю что мы там найдем чувака который бегает в песчаных сапогах я кстати так и не отыскал не смог давайте оденем что-то более возможно ну такое получше защита от жары простой диадема с сапфиром это 9 я не ожидал вальги руды 7 дают защиты что со всей броней такое ощущение что она вся какая-то овербафнутая я удивлен если честно я очень удивлен может быть это вместе может быть все вместе дает 9 защиты то есть это работает как постой что это за постойте я узнаю этот символ я знаю кто вор это это вот этот клан который на меня нападает уже все время вот чей символ на лягушках ребят вы узнаете становится все холоднее ребят блин термометр опускается все ниже и ниже мне это не нравится как они тут вообще живут блин тут морозильник жога два эффекта там уууу чёрт два эффекта иметь сразу нельзя то есть здесь можно иметь или от холода защиту или ускорение или что то одно но никак не два И вот это неприятно, но что поделать Я бы забрал сейчас на скал Но, черт, скалы высокие Чтоб перелететь вперед Как думаете, что она ждет? Битва с членами этого культа? Еду у нас много, драться мы можем Лишь бы от холода не умереть Вот в чем дело Интересно, что же она ждет Интересно, все-таки, что же, что же такое Пробежимся, пока можем Все-таки, блин, жалко я не нашел Того парня, он бегал, все время бегал Вокруг, и именно, когда я пошел Оба искать, его там не было, я не с красотского Я не смог найти парня С пескоходами О, опять Ребят, ну это я не Диана Джонс Ты фига вы камнями метаете Это же не поможет Я чертов линк, меня нельзя Так просто взять и убить Не камнем же Уже 22, что это холодно? Пустыня, это очень интересное место Потому что песок, он не держит ни тепла, ни холода То есть, песок он отражает, как бы Потому что это как гранулы песка мелкие Они как стекло, они отражают ее Песок днем, он нагревается, и тебе дико жарко А ночью тебе дико холодно Потому что это не земля Это, наверное, не держит Они держат тепло В этом, как бы, проблема песка Они, наверное, на том Нагоре живут Черт его знает, на чем они живут Давайте поднимемся выше Стало очень холодно Снаряжение или еда Постой, ну У меня стало сейчас теплее Я не знаю, почему, может быть Просто мы Ветер кончился Голову, голову разбей Отлично Я не знаю, почему, но Как только появился Нарпис Стало очень холодно У меня стало теплее Странный, странный Хайру Ух ты, черт Где там? Черт Я тебя нашел, парень Но они, кстати Довольно забавно Они оставляют за собой Алмазы и Еду Двойной лук Значит, упускает двойную стрелу Классный лук Как я и говорил Каждый раз, когда находишь Что-то новое Этот лук у меня Совсем что-то Раздербанен Поэтому я, наверное, возьму двойной Это какой-то волк Волк, иди сюда, волчары Мне, кажется, покушать нечего Как можно Два сорокогрузка Есть смелые волки? Походу нет Пойдемте вперед Появятся еще засранцы Ничего, отобьемся У нас довольно крепкое снаряжение Как видите, даже удар стрелы Нам буквально четверть сердечка вынес Ух ты, их теперь трое Так это уже сложнее Ну-ка, появись Ха-ха, минус один Ну и где-то Надо мной появляться Значит Ха-ха Залови-ка ты стрелу Ха-ха Минус два Теперь у меня несколько двойных луков Ну, я, пожалуй, один себе оставлю Остальные луки меня вполне устраивают Правда, вот со здоровьем у нас беда Потому что я не особо защищался от этих засранцев Надо бы покушать Грибы с мясом Бодрящие грибы с мясом Может, вот эту Съесть защитную Тыкву Хм У меня просто только еды, понимаете Такой выбор большой Чем дальше Тем больше предупреждающих знаков Может быть, я пошел туда, куда не следует идти Хм Что же А что находится там внутри В святилище Я думаю Это святилище Это похоже на святилище Мы узнаем в следующей серии, ребят Всем огромное спасибо за просмотр Если вам понравилось Оставьте палец вверх Подпишитесь И добавляйтесь в комментарии Друзья вконтакте Потому что это классно И до следующей серии Всем пока